всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим расклад тему которого мне предложила ольга михалёва но эта тема была предназначена для беседки для того чтобы я рассказала свою точку зрения вот наверное я все-таки запишу беседку с несколькими вопросами которые вы просили ответить но сама идея мне показалось очень интересная для расклада поэтому я решила ее сделать значит расклад называется почему и когда мы себя предаем и в чем вторичная выгода потому что вторичная выгода есть во всем казалось бы любые благие намерения изменения в нашей жизни которые можно было бы использовать мы почему-то не делаем потому что вторичная выгода настолько сильно что не оставляет нам пространство для действий но прежде чем я начну расклад работать будем на колоде небо и земля скоро я каждый раз говорю да скоро скоро придут новые колоды но это не от меня зависит от почта до сих пор мы все еще на карантине поэтому почта у нас не очень хорошо работает и на колоде soul как два потому что есть и первое вот я мне захотелось читать здесь информацию о состоянии вашей души прежде чем проведем анализ хочу еще вот что сказать буквально коротенько первый момент это у меня спрашивал о том как вам можно записаться на консультацию мне казалось что уже сто раз про это все говорили любая информация абсолютно любая которая вас интересует касательно меня моих услуг где меня найти мои контакты и так далее какие расклады у меня есть на канале в общем все что связано со мной всегда есть в описании к любому моему видеоролику в описании это значит под видео там где есть тайм-коды прям видны хотя бы 1 2 позиции до дальше написано развернуть вот нажмите на эту кнопочку развернется полный текст и вы прочитаете всю необходимую информацию прежде чем мне написать заявку на консультацию почитайте обязательно ссылку там где написано стоимости описание моих услуг четко и подробно я говорю что нужно делать конкретно до чтобы записаться на консультацию я у меня есть какие-то определенные требования до консультации и есть конкретные вопросы на которые нужно ответить и только после этого я смогу вам сказать могу я вам быть полезной или нет то есть я не беру на консультацию всех людей почему потому что это зависит скорее всего от запроса есть запросы с которыми я не работаю я в них не сильно я не разбираюсь и я не лезу туда где я не могу быть полезной только из-за того чтобы получить от вас какую-то выгоду да финансовую поэтому учитывайте это и второй момент в разделе сообщества последние два поста кто не знает обратите пожалуйста внимание предпоследний пост говорит о том что вы можете бесплатно прорекламировать себя там не надо писать как-то мудренно да как предполагается в менеджменте в продажах да у своей регалии и так далее достаточно написать свое имя и чем вы занимаетесь прям ну а главное что вы написали это с любовью чтобы людям было понятно если вы печете торты так и пишите да пику порты торты не надо писать там мастер я не знаю кондитерских ну то есть просто у меня на канале все должно быть просто понятно доступно мне не нужно вот эти вот шаблоны какие-то вот можем рамки ограничения я всегда за человечность я всегда за простоту пост этот я создала для того чтобы вы смогли о себе заявить да и потому что аудитория достаточно большая на канале до люди читают и если кому-то понадобится какой-то специалист заходишь пост и ты видишь что вот здесь есть вот такой человек и оставляйте ссылку либо на свою соцсеть либо на whatsapp телефона я не знаю что угодно где люди смогли бы с вами связаться это предпоследний пост а последний пост он говорит о том что я надеюсь что у меня на канале нет таких людей да но все же любители порекомендовать посоветовать кому-то что-то вот последний пост он как раз таки об этом что если бы вы хотели себе на основе своего прошлого опыта что-то порекомендовать что-то посоветовать то чтобы это было да не кому-то а именно себе исходя уже из того что вы повзрослели из того что вы сделали какие-то выводы что вы уже поняли то есть этот пост он направлен на то чтобы мы что-то себе о чем-то возможно напомнили да то есть обращая внимание на это либо сделай там то-то 5 10 но всегда к себе никогда не к людям то есть не надо писать о том что мир такой прекрасен научитесь принимать себе это пишите вот 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 такие моменты я конечно буду говорить очень эмоционально кого-то может быть это будет задевать на самом деле наш мир он настолько иллюзорен и настолько эгоцентричен что мы дальше своего носа ничего не видим если мы с этим не работаем и поэтому вот эти вот знаете я знаю может быть это в силу своей практике я вижу когда люди говорят своими словами а когда люди говорят заученными фразами да они их пони они им понятны но нету никакого осознания то есть мы говорим это механически да прими себя когда-то начинаешь спрашивать человека что это значит каким образом то есть покажи мне практические действия как я могу это сделать человек вам не ответит на этот вопрос почему потому что у него нету осознание у него есть знание осознание у него нету поэтому не надо писать то что вы не могли бы практически показать кому-то если бы вас об этом попросили но пост этот на самом деле несет очень важный такой посыл в мир что когда мы начинаем сами себе рекомендовать и что-то говорить сделать с одной стороны это напоминание по крайней мере для меня это так когда я забываю что надо вот так поступить либо вот так поступить всегда это показатель о том что я еще это не осознала если я забываю значит это не образ моей жизни и я еще не доработал я еще не доросла для того чтобы что-то сделать поэтому этот пост лично для меня с одной стороны какие-то напоминания себе а с другой стороны когда я сама себе рекомендую что-то когда я сама себе говорю как мне нужно делать то читая комментарии я вижу во первых насколько мы схожи я вижу какие убеждения сценарии есть у других людей какие страхи возможно есть кто какой опыт пережил и вот именно через это чтение она намного полезнее эффективнее если бы я попросила вас порекомендуйте мне либо там не знаю кому-то что-то когда вот вы себе говорите да это один момент почему бы потому что вы не будете умничать сами собой с другим мы можем умничать а с собой нет так вот зайдите на этот пост и не поленитесь напишите да почему потому что это будет очень полезно просто прочитать я по крайней мере но те комментарии которые успела сегодня прочитать сегодня я пост выложила я увидела что да вот на это действительно стоит обратить внимание то есть я для себя уже взяла несколько рекомендаций при условия того что лично мне никто ничего не не советовал почему я не люблю советы потому что и рекомендации во первых у меня нет готовности их принимать когда я не хочу когда я хочу это другой момент а а с другой стороны вот как бы здесь знаете происходит вариант некого такого обесценивания до другого человека то есть получается что я тебе что-то рекомендую даже если я более опытнее до что-то там прожил что-то осознал то в моменте когда я что-то рекомендую мы же еще и не умеем разговаривать да мы же не умеем правильно доносить свои посылы и рекомендации они всегда звучат с точки зрения критики и в этом есть некое такое обесценивание что ты не знаешь я тебя научу это одна из причин почему я лично не люблю советы и я не люблю советы и в раскладах да то есть я никогда не вытаскивал карту да что вам порекомендует таро почему потому что я верю вас я верю в том что ваши знания они намного глубже чем если бы были какие-то рекомендации таро тем более это общий расклад но такое вступление больше я говорить не буду позиции перед вами тайм-коды вы знаете начинаем с 1 это голубой камешек да для тех кто только недавно подписался и не знает 1 2 3 мы с вами приступаем ольгу заранее благодарю надеюсь что я запишу беседку если нет тут расклад почему и когда мы себя придаем позиция номер один в чем вторичная выгода почему мы себя придаем потому что большей степени здесь мне идет информация на том о том что хочется сказать слишком умны слишком умны в контексте много знаете и иногда те знания которые знаете они сами между собой конфликтуют то есть вот придаете потому что появляется сомнения сомнения появляются потому что очень много разных мыслей разношерстных очень много знаний придаете когда не слушаете сами себя с одной стороны придаете когда есть страх как-то вот проявиться в мир заявить о себе что-то сказать то есть мнение и критика других людей являются таким настораживающим фактором для вас да и вы не делаете вы не делаете то что хотели были бы либо то на что способны давайте еще смотрим на это колоде здесь страхи знаете настолько ваш мир глубокий настолько вы внутри знаете кажется вот бездонные какие-то до многоуровневые многослоевые что каждый раз здесь как будто знаете не можете выбрать для себя какую-то тактику из другой стороны определенную как себя вести а с другой стороны если вы хотите быть каждый раз разным либо разный вы какую-то бы эту разность свою тоже не принимаете нету какой-то вот опоры на себя на на чтобы я мог опереться хочется сказать слишком узко зрите многие возможности пропускаете просто потому что погружаетесь в себя в их не замечаете потому что никогда то есть вы настолько сфокусированы на том что происходит внутри вас на ваших мыслях здесь очень много мыслей мне показывает здесь не столько чего сколько мыслей сколько каких-то страхов возможно до убеждений по поводу того что вот именно что скажут другие люди да как вы взаимодействуете с другими людьми вы как будто бы закрываете даже если это отношение к примеру вы закрываете глаза на то что происходит если вы прекрасно знаете и видите но здесь как будто бы вы занимаетесь самообманом я не хочу видеть например если партнер вам не подходит по каким-то причинам не соответствует вашим критериям да то вы предпочитаете где-то закрыть глаза на это а нежели решить вы не решаете задачу вы убегаете в себя очень часто закрываетесь я хочу сказать что вы сами себя где-то обесцениваете очень сильно и ярко выражена ваша эмпатия и выражена ваше воображение знаете вот мне кажется здесь какой-то момент сама анализа сама здесь либо вы не можете самоопределиться да как-то быть вот уверенности не хватает в каких-то моментах да ну то есть мы сейчас рассматриваем когда происходит предательство почему я рассказала да вот когда происходит предательство так предательство происходит тогда когда у вас нету какой-то вот уверенности да когда здесь вы как будто бы погружаетесь в какой-то самоанализ и возможно у меня идут такие мысли знаете-ка что вот ну я вы чувствуете свой потенциал достаточно большой который у вас есть вы можете заниматься многими вещами ваша сильная сторона интеллект то есть не физические какие-то действия совершать а вот именно интеллектуальные и вы когда погружаетесь именно какой-то вот самоанализ да возможно появляется мысль о том что ну вот я не чувствую себя реализованным человеком такое ощущение что вот что-то где-то не доделал такое чувство что не полностью как-то себя проявил не полностью себя раскрыл вот я как будто бы не то что я недостаточно хороша вот я чувствую что я могу больше но я большего этого не делаю и здесь вы как будто бы начинает включаться у вас эмоции каждый раз когда вы занимаетесь самокопанием да вот так лучше сказать если даже потому что это не самоанализ а самокопание вы начинаете копать так глубоко что погружаетесь именно в эмоции включается ваши эмоции вы знаете вас затягивает как болото и вот вот в таком состоянии вы конечно же не можете дальше двигаться ничего делать да и вы погружаетесь все больше и больше в эти эмоции в эти состояния и как результат не реализовываете то что вы хотели бы да то есть вы начинаете предавать себя в принципе ваше предательство не по отношению к другим ваше предательство по отношению к себя с вы своим собственным желанием до своим собственным идеям чем-то личная выгода ну вторичная выгода заключается в том что вы как-то внутри не можете найти успокоение на личная выгода заключается в том что вы хотите какого-то внутреннего удовлетворения для себя здесь вы не готовы как-то меняться либо идти дальше то есть вот комфорт и эмоциональное какое-то наполнение для вас важно но при этом вы не готовы делиться с миром да вот что-то делать здесь вот точно идет я сказала да ранее что идет вот страх взаимодействия с миром да обратная реакция на наши какие-то действия вторичная выгода говорит о том что я не уверен и пока я не буду уверенном пока я не буду получать удовольствие от того что я делаю я это делать не буду то есть акцент именно на внутреннее какое-то удовольствие и безусловно мы говорим о том что когда мы идем вперед мы идем во что-то новое то в этом новом не будет удовольствия по крайней мере на первых порах потому что это новое и она не комфортно и то есть к этому нужно привыкнуть к этому нужно адаптироваться и как вариант многие вещи в себе менять а любые изменения они вызывают дискомфорт поэтому вы в этот дискомфорт не идете вторичная выгода для вас заключается в том что вы хотите чтобы все было легко чтобы все было так как вы уже знаете так как вам понятно чтобы не нужно было прикладывать каких-то сверхусилий да вот ваша вторичная выгода заключается в внутреннем состоянии и хочется сказать знаете вот какие-то качели которым вы уже привыкли не важно пускай они будут там в плюс или минус но вот это вот мотание но как-то цикличность может быть она и вызывает у вас какое-то головокружение но вам как будто бы в этом ну вот привычно неуверенность в себе а почему не хочется спросить почему вы в себе не уверены вы не ощущаете себя императрицей да вы не ощущаете себя человеком эти целостным каким-то вот парадокс заключается в том что внутри вы хотите какой-то стабильности эмоциональной а сами по себе вы как будто бы эту стабильность даже избегаете то есть эмоционального хотите чтобы вам было ровно одинаково хорошо но у императрицы присутствует некая такая стабильность которая говорит о том что я я четко знаю что я хочу и как я это могу получить так вот вы может быть и знаете что вы хотите но как вы можете это получить каким способом да вы этого не сделаете почему потому что страх от взаимодействия с другими людьми он достаточно велик и поэтому вам проще отказаться от того что вы хотите нежели преодолеть свой страх вот получить что-то здесь может быть и убеждение касательно отказа до что вот не откажу до что меня отвергнут что меня не примут что меня может быть осудят знаете вот здесь как будто бы идет какая-то чрезмерная избирательность вот это мне не подходит то мне тоже не подходит а вот то что мне подходит я понимаю что я это сделать не могу потому что либо у меня сил нету либо возможности каких-то нету то есть вот вы и периодически отказываетесь от от себя поэтому я и сказала что очень узко зрите в контексте того что возможности намного больше а вам комфортнее не замечать эти возможности потому что когда вы видите и не делаете а вы не делаете ничего для того чтобы реализовать свои возможности из-за страха который я уже озвучила поэтому вам легче закрыть глаза и сказать что либо нет возможности либо я лучше я не буду их видеть потому что тогда появляется еще и чувство вины на что вот я мог это сделать но я это не сделал такая вот у нас была первая позиция я не буду дальше копать потому что здесь можно копать вот пройти психоанализ достаточно глубоко и так позиция номер два красненький камешек почему и когда у себя придаем на эти две карты они мне сразу дают такое вот ощущение двух полушариев до сознательного и бессознательного то есть разума и какого-то какого-то эмоционального состояния почему вы себя предаете знаете с одной стороны вы как будто бы хотите отдавать людям да хотите делиться своим состоянием хотите делиться своей любовью вы готовы отдавать с другой стороны здесь как будто бы сожаление огорчение того что либо вам не возвращают обратно до какой-то вот формате какой-то благодарности то что вы отдаете либо то что вы получаете достаточно такое вот болезненное неприятное и она вас ранит и вы как будто бы закрываетесь то есть здесь такое вот ощущение знаете с одной стороны воодушевление полета я хочу да я готов и потом гопы схлопнулись почему потому что ну не пошло так как вы хотели знаете здесь ощущение того что не принимают как будто бы то что вы даете с душой да нету здесь как будто бы вот чрезмерная отдача да нету вот это вот баланса между того сколько вы отдаете и сколько вы принимаете так интересно опять те же самые карты но я имею ввиду в том же самом формате здесь действительно такое вот ощущение что как будто бы личность да вот раздваивается с одной стороны как будто бы хочется быть не что ли ну вот каким-то другим человеком человеком который умеет отвечать умеет проявлять себя в социум человек который может за себя постоять вот такими знаете более активными энергиями а с другой стороны вот ваша натура она такая знаете чувствительная романтичная хочется как-то будет побыть собой углубиться в себя как-то вот я не знаю прочувствовать что-то как-то вот расслабиться помечтать пофантазировать хорошо так почему же вы себя предаете потому что знаете вам кажется что вы как будто бы не можете проявить либо заземлить себя да либо проявить то здесь вот как будто бы найти применение и своему уму и своим 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 чувствам да то есть вы как будто бы идете вот в чувственный аспект но при этом здесь как будто бы вот я какой-то вот непрактичный да то есть здесь какие-то трудности препятствия с которыми вы сталкиваетесь в быту что ли либо с финансами как-то слишком эмоционируете да слишком переживаете здесь вот нету внутренней какой-то вот на полность наполненности что ли здесь как будто бы ощущение того что я не понимаю а вообще такое чувство да я не понимаю а зачем я живу здесь как будто бы у меня вот так ну то есть знаете как а я такой чувствительные ранимы я понимаю что я как будто бы не приспособлены к этой жизни и я не могу понять вот не могу найти свое место не могу понять как мне проявить себя таким образом чтобы вот мне хорошо было чтобы меня не ранили чтобы меня вот как-то не обижали здесь трудности и сложности связаны с тем что вы слишком эмоциональны что вы слишком реагируете поэтому я сказала что нету какого-то баланса то есть вы как будто бы не можете контролировать свои эмоции и вот ваши эмоции ваши переживания они когда включаются это приносит вам знаете вот прям очень сильно ранит вас как-то вы сами себя раните своими собственными мыслями какими-то ощущение того что вот как-то ваши потребности они не покрываются вы знаете как бы так сказать есть такие женщины которые такое чувство что вот они не приспособлены к жизни я и ну я не знаю допустим если ее взять и отправить куда-нибудь в деревню где есть вот физические нагрузки где возможно там я не знаю картошку надо копать да как-то в огороде копаться то есть не потому что она какая-то белоручкой не может это сделать а она действительно не приспособлены то есть она что-то начинает делать у нее настолько тонкая кожа чувствительность что тоже руки покрываются волдырями да либо например бывают люди альбиносы которые вообще не переносят солнечный свет ну вот у них природа такая и сложно находиться на на солнце потому что ну они могут сгореть обгореть но здесь вот как будто бы такие вот люди которые знаете вы возможно приспособлены к чему-то другому но вот как будто бы к физическому миру вы не приспособлены и вокруг вас должен быть не вокруг а рядом с вами должен быть человек который бы о вас заботился здесь такое чувство что знаете не то что вы не можете приготовить себе либо ну вот как-то по хозяйству по дому что-то сделать а вы такой человек что вот если вас не накормить то вы как будто бы да я вроде бы и не очень-то и хочу то есть такое ощущение что вот вы и поесть то и забываете опять таки ну вот кто-то должен о вас заботиться когда вы себя предаете вот вы себя предаете тогда когда ведете себя как знаете как маленький ребенок здесь вы далеко не ответственный человек по крайней мере за свою жизнь я не говорю за других перед другими людьми возможно у вас и есть вот это вот чувство ответственности но вы извиняюсь вы как будто бы знаете вот вам дают жизнь какие-то шансы вы их не берете вам кажется что вы ну это это не ваше да то есть вы из той категории людей что если увидите кошелек на дороге переполненный деньгами то первое что вы сделаете подобрете и отнесете его там не знаю в милицию куда там относят то есть сразу постарайтесь найти хозяина то есть есть такое чувство что вот мне чужого не надо но вместе с этим мне не надо и как будто бы и свое потому что я чувствую что вот я не не достойно здесь вопрос именно между отдачей и принятием потому что вот вы вы себя вы не можете о себе заявить вы не понимаете четко то чего вы хотите вам легче как-то вот убежать отказаться от того что для вас даже ценное представляете то есть вы готовы пожертвовать допустим своими чувствами своими эмоциями лишь бы как-то вот не навредить другому человеку не вызвать у него какие-то там переживания вот это на эти убеждения пускай мне будет плохо но вот другому особенно если это любимый человек то есть я уйду я буду мучиться страдать но я не буду тебе мешать в твоей жизни если ты так решил то есть нету вот это вот знаете чувство что мое оно будет моим и я хочу за него бороться то есть вот это вот чувство знаете бороться за жизнь не проживать ее в какой-то пассивности а показывать миру что да я готов я готов что-то сделать для того чтобы это получить да я готов как-то двигаться отстаивать да вот нету вот этой вот активности вы как будто бы не можете показать что это ваше по праву то есть допустим вот вам дают какой-то шанс и вселенная знает что это вот ваше но вы в это не верите и здесь такое чувство как будто бы высшим силам приходится вас уговаривать ну возьми ну пожалуйста то есть ну вот где-то какой-то вот парадокс то есть дают бери и благодари иди дальше вот это вот знаете стеснение никому не нужное вот в этом вы себя предаете то есть в силу своей какой-то эмоциональности и непроработанной вот этим вот качеством да принятия и отдачи нету этого баланса в чем вторичная выгода вот этим всем ну вот не идете в перемены понимаете не хотите меняться не хотите оставлять прошлое позади не хотите нет у вас готовности да здесь вторичная выгода то есть ну я не готова идти возможно страшно да я я не говорю здесь в чем именно причина но не идете в перерождение не идете вот нету искры нету огня нету желания жить понимаете не для кого-то для себя просто я родилась значит это мое право и я буду наслаждаться этой жизнью и вы как будто бы отказываетесь сами добровольно отказываетесь очень долго зависаете в каких-то этапах да вот с надеждой что а вдруг а вдруг вернется вдруг что-то само собой развернется как-то иначе не идете по зову своего сердца вот вам внутри вы очень четко чувствуете понимаете куда вас ведут вы от этого отказываетесь в чем здесь вторичная выгода вы чрезмерные знаете я извиняюсь за выражение но оно есть да вот терпила человек который будет терпеть такая знаете с одной стороны плюс этого качества в том что вы выносливые невзирая вот на свою нежность хрупкость какую-то романтичность да вот вы действительно терпеливы вы физически терпеливый человек вы можете боль терпеть с одной стороны у вас очень высокий вот этот вот чувствительный порог боли а с другой стороны низкий наоборот да ну то есть вы чувствуете боль а с другой стороны вы ее можете терпеть вот это вот минус терпение ничего не делания вот это вот бесконечная какая-то медленная вот это вот резинка пережевываете одно и то же одно и то же наверное вы как человек когда садитесь за трапезу да то есть есть в очень медленно едите вот вот это вот скорее всего тоже качество у вас присутствует нет вы не отказываетесь легко опять-таки двойственная у всех качество сторона здесь плюс и минус так плюс заключается в том что вы не отказываетесь легко от того что вообще от каких-то своих идей от каких-то не знаю целей возможно да то есть вы можете долго идти невзирая ни на какие трудности это в плюс а в минус здесь заключается в том что вы легко не меняетесь то есть вы понимаете что уже ну надо поставить точку надо оставить и жалко жалко вот тащите то есть везде вот это вот двойственность у вас присутствует в чем еще вторичная выгода ну вторичная выгода в луне вторичная выгода в том что мне так комфортно я боюсь вы залипаете в свое болото мне страшно меня это парализует я не могу ничего с собой поделать да я это понимаю вы не глупые люди вы это бесконечно же понимаете но на дне колоды как раз таки башни надо разрушить вашу модель мышления вы предаете себя в том что действуете поступаете как всегда да да то есть нет вот этого вот обновления да апгрейта в вашем твердом диске страшно очень страшно двигаться почему боитесь так двигаться вперед перемен вы боитесь почему потому что вот шут выпадает потому что незрелые потому что боитесь взять ответственность и шестерка мечей все говорит о том что ну боитесь выйти вперед боитесь что-то начать заново знаете здесь как будто бы вы боитесь еще сообща работать с людьми боитесь что вас высмеют скажу что ну что дурак что ли здесь детские какие-то страхи и проблемы разбирайтесь в этом но весь страх вас вас реально парализует от того что надо как-то пойти в новое что-то сделать вы очень сильно зависаете в своих эмоциях в своих переживаниях то есть если начинаете себя жалеть то это вообще это капец все это будет очень долго долго хорошо позиция номер 3 почему и когда мы себя предаем сейчас посмотрим почему потом когда вы себя предаете когда вступаете в отношения либо как-то взаимодействуете с людьми но здесь противоположный пол то есть здесь все что связано с любовью это может быть также и внутри вас когда включается ваше чувство очень яркие очень сильные да вот даже на вопрос почему и когда конечно еще глубже разберу но вот здесь вот знаете когда вас накрывают эмоции когда вы вот прям погружаетесь полностью сказала погружайтесь в эмоции полностью выпал ваш строчки любимый дьявол почему вы себя предаете королева петакли сказала когда у вас появляется чувство так вот здесь еще может быть такой аспект что когда у вас наступает какое-то вы знаете апатическое настроение состояние безразличия когда вы начинаете грустить о каком-то ну может быть о прошлом о том что вы что-то не сделали здесь какие-то знаете сожаление вот у меня выходит почему вы себя предаете ну потому что здесь даже не почему а как хочется сказать когда вы вот бездействуете до тянете какую-то резину вот прям может быть проходит промедление какое-то может быть может быть может быть зависаете в состояние такого знаете умеренности что ли здесь как-то связано с состоянием вашей души а здесь апатия у меня проходит вот вас накрывают эмоции и тогда вы начинаете себя предавать когда мы себя предаем вот когда вы включаетесь в эти процессы знаете что происходит вы начинаете заниматься самообманом вы можете давать себе слово и не держать его когда вы не можете разрушить какие-то старые свои привычки когда у вас прям накрывает в контексте взаимоотношений знаете когда начинаете вспоминать своих бывших когда залипаете вот в отношении да вот здесь это всевозможные зависимости проходят когда попадаете под власть либо какого-то человека либо нежелание двигаться вперед то есть вы себя предаете когда четко знаете что нужно что-то сделать нужно как-то реализовать себя да проявить себя в социум а вы как будто бы ну входите в некие такие заблуждения да сами себя обманываете что либо я не могу либо я не знаю либо я недостаточно хорош либо я не понимаю что мне нужно делать то есть вы начинаете бездействовать вы передаете свою ответственность другому человеку здесь знаете что у вас происходит в этот момент когда вы не действуете вы как будто бы прикидываете что вы не тут знаете этот мертвый жучок замираете закрываетесь я ничего не вижу я ничего не слышу я ничего не знаю вы придаете себя в своих собственных интересах в том что очень много возможно анализируете в том что очень остороженно и скептически ко всему подходите знаете взаимоотношениях с людьми как будто бы иногда бываете такими достаточно жесткими кольку колкими на на язык можете ранить без собственного желания конечно же но так получилось когда вы не радуетесь вот и себя предаете тогда когда вы не радуетесь когда нету легкости когда вы не идете в новые начинания когда вы не проявляете свою силу по полной почему потому что боитесь критики боитесь не знаете вот проиграть здесь мне показывает уже вторичную выгоду да давайте все равно уточню в чем ваша вторичная выгода чтобы не стать ответственной в своей жизни чтобы не взять свою жизнь свои собственные руки здесь как будто бы вы не завершаете какие-то циклы не идете в новое не перешагиваете не знаете вот это вот границы и вы ее все никак не можете перейти ну вы есть здесь какая-то у вас выгода в том чтобы находиться вот в дефиците что ли в каком-то кризисе в чем в чем ваша вторичная выгода быть в бедности тогда вы не реализовываете вот свои надежды да вы не идете своим путем тогда вы отказываетесь тогда легче сказать что я не могу сделать что-то почему потому что у меня нету денег то есть я не могу тупо открыть свой магазин либо свой бизнес а этом мечта моей жизни просто потому что мне сложно сложно мне нету денег я это не могу я не вижу возможности до финансовые вы как будто бы закрывать себе глаза на свои возможности такое ощущение что вот вы как будто бы в какой-то степени фаталисты которые говорят о том что вот как как судьба да как колесо закрутиться так и будет то есть на все есть сила божья есть такое ощущение что вот кому-то передаете ответственность в чем вторичная выгода не идти ну вот так легче да так проще я типа жертва жертва обстоятельств и и все и делать то тут ничего не нужно и реализовывать какой-то свой потенциал вообще не нужно в чем еще вторичная выгода в стабильности четверка педакли в стабильности и четверка мечей ну вот видите две четверки уйти проще да как-то вот уйти погрузиться в себя отойти отдел отдохнуть я типа еще проанализирую я еще помедитирую я еще подумаю по размыслю но я этого делать не буду почему потому что ну переживаю как то вот прошлый опыт был до такой достаточно болезненный то есть если вам понять здесь вторичные выгоды вам нужно вспомнить вот этот вот прошлый опыт где вам было больно за то что вы проявили каким-то образом свою инициативу вспоминайте в детстве можно за что вас наказывали да за вашу инициативность за то что вас либо вынуждали либо вам проще было отказаться от своего собственного желания до ничего не делать здесь может быть знаете еще так такой момент в детстве как будто бы психосоматика срабатывала каждый раз если так тоже можете проверить каждый раз когда вы отказывались о своих каких-то желаниях да ну то есть вы допустим просили что-то у родителей они вам не делали не давали не не важно вы потом сразу болели вот такая вот была у меня и третья позиция я помню однажды мне кто-то в комментариях один мужчина написал о том что грустный расклад от грустного таролога вот любят люди оценки давать как я могу рассказать о чем-то таком веселом в этом раскладе если постановка самого вопроса заключается в том в чем причина что мы себя предаем разве предательстве может быть праздник веселья то есть как я могу рассказать о чем-то позитивном если ну сам вопрос предполагает то что будем копать а то что будем копать это больно это неприятно и ну радости в этом точно нет насколько она позитивно и негативно это опять таки все субъективно кто как смотрит поэтому прежде чем написать комментарий мне всегда хочется сказать и задать один вопрос для чего вы пишете вот иногда бывает такие залетные птички в основном то все люди адекватные у меня на канале но иногда бывает залетные птички когда знаете вы что-то напишут у меня всегда возникает вопрос а вот с какой лицейлю ты написал да то есть если просто оставить свой какой-то негативный след то окей а если ты хочешь что-то действительно быть как-то вот полезным до своей не просто болтовней как слова воробей да у тело не поймаешь тогда нужно ну как-то выражать свои мысли достаточно конструктивно вот вот такой был расклад пусть даже грустный мне как вышло так вышло я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока